В этом видеоролике я покажу, как своими руками сделать ловушку на фазана, утку или зайца. Эта ловушка подойдет для любого зверька или птицы. Подготовил 4 таких бруса. Ну как подготовил, уже такими купил. Нужны еще гвозди и молоток. Теперь все это надо сколотить. Получилась такая рамка. Осталось дело за малым натянуть вот такую сеть. Не буду натягивать сеть слишком туго, потому что ну а вдруг попадется очень большая птица или животное, чтобы было пространство, где ему находиться. Сеть к рамке закрепляю обычным степлером. Собственно говоря, сама ловушка готова. Осталось только сделать спусковой механизм. Беру тоже купленный брус такой формы и нужно отпилять кусок вот такой косой линии. Получилось вот такое острие и нужно теперь сделать вот такой пазл. То есть здесь я теперь режу ровно. Пилю до середины бруска. Достаточно. Теперь от этой прорези нужно тоже вот такую косую выдолбить. Не имея специального инструмента, сделать это довольно сложно. Нужно сделать так, чтобы сложился вот такой пазл. Поэтому попробуем дальше топориком вот это все обтесать. Топорик тупой, блин. Так как мастер из меня никудышный, получилось у меня не очень красиво. И два паза. То есть можно установить так, а можно установить сюда. Будем смотреть как лучше. Дальше беру одну подпорку, острие вверх и выдолбленные пазы. Получается вот такая вот конструкция. Поднимаю ловушку, завожу сюда спусковой механизм. И дальше двумя тоже вкупленными палочками делаю вот такие подпорки в угол ловушки и на спусковой механизм. С другой стороны делаю то же самое, чтобы оно держалось. Вот. Отпускаю. И все держится. Самое важное в этом спусковом механизме буковкой L это то, что один брус, тот, который со стрием с одной стороны, другой упирается в землю. А другой брус, где я выдолбливал вот эти ступеньки, с другой стороны он на весу. То есть здесь в землю он не упирается. Его держат вот эти две поперечины. Показываю поближе. Это одна из двух подпорок. С одной стороны упирается в угол ловушки, а с другой стороны держит спусковой механизм. Другая подпорка точно так же. С одной стороны упирается в угол ловушки, а с другой стороны в спусковой механизм. Так они вдвоем и держат всю эту конструкцию. И если кто-нибудь туда зайдет, наступит на одну из вот этих вот поперечин, то вся конструкция упадет и ловушка захлопнется. Посмотрим, как это выглядит на деле. Все, кто-то там поймался. Собака испугалась, ушла. Теперь в магазин за орехами и попробуем для начала поймать белочку. Купил грецкий орех и арахис. Встал в 6 часов утра, настроил ловушку, положил приманку, поставил две камеры, включил, и белку мы прождали целых два часа. Камера, которая снимала сверху, разрядилась, а та, которая снимала снизу, запечатлила весь процесс. Как видите, ловушка с таким спусковым механизмом рабочая. И так можно поймать фазана, куропатку, зайца, утку, кого хотите. Должен сказать, что в сетке была разорвана одна перепонка между двумя ячейками. Это я, когда мастерил ловушку, зацепил пилой и порвал. Латать ее мне было лень, оставил так. И как результат, сейчас увидите. Когда подбежит собака, белка ускользнет из ловушки именно через то самое разорванное место. Обратите внимание, сейчас белка пытается выбраться из ловушки, не выпуская грецкий орех. Она его держит зубами. Но когда она увидит, что к ней приближается собака, а за ней и я, орех она бросает и начинает в панике метаться по всей ловушке. И в этот момент, как я понимаю, она натыкается на то самое отверстие, которое может проскользнуть и убежать. Теперь вы знаете, как сделать своими руками ловушку, которая не причинит вреда пойманной зверюшке. Берите на заметку. С вами были очень добрая собака, у которой на ошейнике есть Эйртек и охотник Бонифаций.